МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из них 6,5 тысяч взрослые и 314 детей. Работает и проект «Бережливая поликлиника». Сейчас в нем участвуют 18 медучреждений. Пациенты детской поликлиники номер 5 и второй взрослый уже оценили результаты модернизации. 7 поликлиник завершили подготовку к использованию новой системы, ну а 9 еще продолжают работать. Что такое «Бережливая поликлиника»? Отсутствие очередей, быстрая запись к врачу, в центре телефонного обслуживания, где оператор отвечает на звонок всего за 20 секунд. И добавлю, региональное здравоохранение получило поддержку от Владимира Путина на информатизацию, ремонт и оснащение медучреждений из резервного фонда президента страны. Выделено более 200 миллионов рублей. Также в 2018-м регион получит субсидии на строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы. А мы продолжим тему здравоохранения, только зададим ей немного другой вектор. Всего в столице Золотого кольца свидетельство о рождении получили около 7 тысяч малышей, а в области появились на свет 11 187 детей. По статистике уходящего года изрядно увеличивается доля тех, кто решается на второго ребенка, аж на 58%. По сравнению с 2016-м, когда из роддомов мы выписывали сразу 4 тройня, в 2017-м, к сожалению, этих показателей нет. Зато свидетельство о рождении вручили 120 двойняшкам. Все эти показатели подтверждают, в регионе увеличивается количество многодетных семей. Сегодня эти цифры перевалили за 9 тысяч, а за 9 месяцев этого года третий и последующий ребенок появились у 1647 женщин. И детей, конечно, нужно учить. Для этого очевидные школы строят в регионе. Для жителей поселка Туношно вопрос с комфортом пребывания школьников уже решен. 1 сентября распахнула двери новая школа. Строительство объекта началось в 2011-м году, но тогда стройку заморозили. Региональное правительство и лично губернатор области Дмитрий Миронов дали проекту «Новую жизнь» и нашли инвестора. И вот теперь трехэтажное здание на 500 мест уже работает 4 месяца. И даже еще есть свободные места. В этом году за новые парты сели всего 336 ребят, около 40 из которых первоклассники. А вот получить дополнительное образование, да еще и самое инновационное, теперь тоже можно в Ярославской области. Вам знакомы такие понятия? Космокомантум, нано-квантум, робо-квантум. Кажется, что-то из будущего? А вот и нет. Одна из высококлассных площадок, оснащенных ультра-современным оборудованием, в октябре запущена в Рыбинске. В Кванториуме ребята конструируют роботов и дронов, программируют и создают новые материалы. И продолжая тему инновационных решений, хочется вспомнить о губернаторском проекте «Решаем вместе». Несколько месяцев жители сами выбирали, какие объекты благоустроить в своем районе или населенном пункте, устраивали собрания и выдвигали инициативы. Итак, на 650 миллионов в 2017 году отремонтированы 504 объекта. Преобразились порядка 55 мест отдыха жителей. Это скверы, парки, бульвары. Благоустроено порядка 130 дворов. Новый год будем встречать в 61 обновленном ДК. Ремонт, замена окон, кровли и другие косметические изменения коснулись порядка 149 школ и детских садов. Отремонтировали и построили детские и спортивные площадки, отреставрировали мемориалы, а еще колодцы установили. Таких аж 15 новых в области. И это еще не все. Проект продолжится в 2018. Еще одно предложение губернатора Дмитрия Миронова тоже одобрили региональные депутаты. Речь о поддержке обманутых дольщиков. Так, по проекту инвесторы, которые взялись завершать стройки, получают без торгов земельные участки. Посмотрим, каких результатов добились. За 2017 год в регионе достроены 13 проблемных домов. Жилищный вопрос решили 1122 обманутых дольщиков. Весной 2018 новоселье отметят 40 жильцов с улицы Сауково. Также сдадут 56 квартир на улице Новоселковской. Просится, конечно, цифры от 2016 года. Тогда в эксплуатацию ввели всего два долгостроя. Согласитесь, не столь внушительные данные. Но уже в 2018 году работу планируют продолжить. И подводя итоги года, скажу, все знаковые события из жизни региона мы обязательно покажем в прямом эфире. Всего доброго!